Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Какая «жительный», какая «живительный». То есть пол «жительный», «жительный» и «живительный». Да я понял примерно смысл вопроса. Можно по-разному называть. Высокая и низкая вибрация лучше используйте. Момент, слово. Вы используете разделение слова на составные части. Ну, живая, мёртвая вода. Высокая и низкая вибрация. Всё оттуда же идёт. Высокая созидает, низкая разрушает. Если это к полу, мужчина-женщина, то всё то же самое. Мужчина-творец, женщина-хранитель рода, передатчик рода. Женщина связана с землёй, мужчина связан с процессом творения. Ребёнок не получится без взаимодействия высокой и низкой вибрации, которые там участвуют в этом процессе. Вибрация — то, что лежит в основе всего. Ну, вот как-то так. Хорошо ответил. Я иногда удивляюсь, как мы пытаемся сделать более сложность, более простого. Иногда встречаются какие-то буковки в каких-то словах, которые нам знакомы, и мы пытаемся их интерпретировать, как-то расшифровать. И очень часто, как в басне про ларчик, который просто открывался, вот есть слово «пол», означающее «полу-вину», сокращённое. Половина — есть мужская половина, есть женская. Когда одна половина совмещается с другой, получается цельная. Вот, мне кажется, это что касается пола. Очень всё просто. На Западе это называют секс, на одном из лаятельных языков. А вот что касается положительной, то есть по сверху, то, что видно, ощутимо, положительная. И в ответ идёт отрицательная, то, что не принимается непонятно, отрицательная. Тут можно сравнить. Ну, также и жительная, и живительная, и так далее. Но жительная, и живительная, и жительная. Мне кажется, здесь всё просто и понятно. Здесь расшифровывать не надо. Всего лишь нам всё достаточно убрать. Было понимание вот этого затесавшегося пола, и всё становится в свои места. Вопрос эфира. Владимир Азамутич. Здравия всем. Вадим, я так понимаю, что суть текстов изумрудных скрижалей безвозвратно потеряны. Вот попробуй лет через десять объяснить молодёжи, что такое виниловый тёплый звук через звуковой усилитель. Так и скрижали. Суть утеряна. Ведь верно? Не совсем. Но про винил интересно и правильно. Ещё раз. Они передали принципы. Вот принципы будут существовать столько, сколько существуют люди. Просто проблема в том, сколько людей сможет понять принцип. Принцип то, что лежит в основе. На каком бы примере привести. Ну вот я 35 лет, даже чуть поболее, занимаюсь боевыми искусствами, и сейчас не бросаю. И как бы давным-давно мы пришли к выводу о том, что надо делать не приём, а учить принципы. Когда ты выучил принцип, ты сможешь провести любой приём. То же самое касается любого технического действия. Стрельбы, работы с оружием, с холодным, с каким угодно. Знаешь принцип, схватил его, сделаешь всё остальное. Поэтому текст скрижали, чем хорош. Он не утратил своей актуальности. и практически не претерпел таких серьёзных изменений со стороны более поздних переписчиков, коими являются греки. Но опять, это малева версия насчёт вкраплений греческих. Может быть, я не прав. Ну, как бы вот такой сложно неуловимый нюанс. Я вот почему некоторые, допустим, псевдославянские книги, не буду говорить из какой серии, не стал просто брать «Подходишь». Первая книга из серии была замечательная. Видно, что писал человек, который находится, что называется, в теме, который всё это пропустил через себя и писалось это много лет назад. Вторая книга наполовину написана кем-то из людей, кто жил лет 500 назад и тоже был в теме, а половина книги написана современными авторами, которые попытались текст стилизовать. А вот третья и четвёртая книги полностью стилизованы, и эта стилизация, она прёт из всех щелей. Но вот это сложно неуловимый нюанс. Я его чувствую. Вот то же самое с «Изумрудной скрижанью». То есть, на мой взгляд, ну, скажем так, я не знаю, что там будет через 10 лет, сколько людей, действительно, тянущихся к знанию, останется. Ну, я надеюсь, что они этот текст найдут и прочитают, и знание всё равно возродится. Если тексты будут утрачены все, значит, найдётся кто-то, кому эту книжку, ну, не её, а знания, продиктуют, и он их запишет по новой. И течение идеи начнётся по новой. Так вот было с Блавацкой, которая четырмя языками писала тайную доктрину. Ну, так было с некоторыми другими авторами, тоже, которые жили в XIX веке. Поэтому всё идёт из мира метафизики. Не волнуйтесь, вы можете постараться объяснить своим детям, но не факт, что они это захотят принять. В каком плане? Это не всем нужно, к сожалению. Ну, вот. Я своим объяснить не смог. Да, пока это и не нужно. У каждого человека свой период созревания. Созреет хорошо, если в этой жизни. Может созреть только в следующей. Не важно. Ну, вот как-то так. Ну, в общем, да, каждому овощу свой фрукт. Я с тобой согласен с тем, что в случае полной утери всегда найдётся рукопись в нужном месте, которая будет в голову кого-то загружена. Если даже она здесь на физическом плане уничтожена. Ибо высказывания Булгакова замечательная рукопись не горят, она актуальна, это высказывание, но актуально это высказывание на сегодняшний день. Вопрос эфира от Виталия из Эстонии. Вадим, что там написано на изумрудных скрижалях? Как их расшифровали, эти скрижали? Ну, это общие методы и способы дешифровки. Знаете, сейчас, если я быстро найду, то в интернете эта информация есть. Там даже текстик этой скрижали переведён. Ну, вопрос, правда, у меня остаётся, на самом деле она настоящая, которая гуляет по интернету или нет. Она на некоторых сайтах копируется. Сейчас попробую быстро найти. Как переводятся книги с других языков? Ну, это отдельная тема. Господи, никому не секрет. На основании замещения слов, на основании того, что были известны, допустим, греческий язык, на основании поиска знакомых символов, которые обозначают какие-либо предметы, количество повторений и так далее. То есть способов дешифровки текстов много. Всё сводится к одному человеку, заточен под то, что он может произнести только определённое количество звуков. И на языках всех народов, что самое интересное, слова, произносимые по-разному, обозначают примерно одно и то же самое по сути. То есть они описывают образ, который стоит за тем или иным словом, которое по-разному произносится. Вот то же самое с расшифровкой текстов. Тем более, что опять подчеркну, переводились тексты изумрудной скрижали с греческого, коптского и латинского языков. Это все новые языки, и как бы они учёным известны. А хвала переписчикам, что они достаточно добротно перевели то, что постарались как можно меньше внести туда своего собственного мировоззрения. В этом ценность этих текстов. Точно так же, как, допустим, ещё раз напомню про карты. Старые карты, перерейсы и прочее. Переписывалось, перечерчивалось один в один. Никто ж не добавлял там пролив. Хотя могло его там и не быть. Перекопировали карту. От копирку уж не знаю там как. То же самое с текстами скрижали. Нет, не найду её сейчас быстро. Но там 10, по-моему, изречений, и некоторые из них я вам прочитал, процитировал точнее, в эфире. Поэтому, если интересно, найдите. Загуглите. Изумрудная скрижаль. Изображение. И вам там поисковик выдаст изображение. Опять говорю, не знаю, настоящее оно или нет. Сложно судить. Есть ещё следующая версия по поводу текстов скрижали. Да, по поводу некоторых мыслей, великих греческих мыслителей. Что эти все мысли были рождены в средние века, в период религиозного мракобесия, иудо-христианского, когда за любую иную мысль тащили человека на костёр. И приносили во славу Иегове в жертву. В огненную. Так вот, многие греческие, многие тексты, приписываемые грекам, возможно, принадлежали идеям людей белой расы из числа европейцев, которые жили в Европе. А ссылались они на греков, чтобы избежать просто религиозного преследования, физического уничтожения. По-моему, эта мысль, не знаю, кого-то я прочитал, или Сидоров высказывал. Но она, кстати, имеет под собой реальные основания, и почему бы нет. То есть он говорит очень просто. Если вы сравните толщину книг, которые переведены Яковах с греческого, а потом проанализируете источник, на котором писали греки, то получается, что это тома такие серьёзной толщины. Были ли они на самом деле да их никто никогда не видел? Вы видите более позднее перекопирование текстов. Это вот к вопросу о том, откуда берутся мысли. Возможно, с герметическими текстами происходила та же самая трансформация. Книги ведь живут своей жизнью, и иногда эта жизнь намного интереснее, чем жизнь какого-нибудь человека. Вот тоже появление Виллисовой книги. Ну, очень интересная история. Возникла из ниоткуда и ушла в никуда. Но, тем не менее, получила продолжение в перепечатках современных издателей. Естественно, те, кто пытается привить славянам иное мировоззрение, заявляют, что эта книга фальшивка. На это тратятся огромные деньги. Находятся люди-подонки, которые начинают это утверждать. Ну, создателем судья. В конце концов, они за всё ответят по своим делам, да и всё. Ну, вот как-то так. А то я опять от темы начал уходить. Да, про подонков там уже пошло что-то. Да, это да. Убираем эмоционально. Тебе в Жириновском работать, он хорошо там. Нет, боже упаси. Ещё так руками, руками так. Подонки. Выйди отсюда, подонок. Выберите его. Расстрелять. Ну, он же хороший актёр, он работает на публику. Да нет, ну, молодец. Он же иногда правильные вещи говорит и озвучивает. И здорово. Ну, как без него-то? Уже я просто не представляю российскую политику без Жириновского. Владимир Луфович, это вот такой авторитет уже. Ну, ладно, политику не будем трогать. Да. Реблика эфира Тианы. Доброго вам здравия, Алексей и Вадим. Могу ли я узнать автора названия книги и само издание, по которому вы изучали скрижали? Ну, здесь в данном случае именно ты. В тебе вопрос. Смотрите, очень просто. Запишите название или найдёте его. Опять, можете в интернете загуглить. Книга «Герместрис Мегис» и «Герметическая традиция Востока и Запада». Перевод К. Бугутского. Третье издание. Кстати, была издана в Киеве издательство «Ирис». Ну и, соответственно, параллельно в Москве издательство «Алитея» в 2001 году. Возможно, другие издательства издавали. Ну, вот это рекомендую, потому что самый полный текст с самыми полными комментариями и дополнениями, которых тут читать и читать. Ещё раз. «Герместрис Мегис» и «Герметическая традиция Востока и Запада». В переводе Бугутского. Там был перевод из европейских языков. Ну, очень качественный. Понятно. Идём дальше. Вопрос в эфир от Солнца. Вадим, здравия. Известно ли тебе что-то об Аполлонии Тианском? Как он связан со скрижалями Тресмегиста? Благодарю. Нет, неизвестно. Никакие рукописи не попадались. И информация. Да, собственно говоря, мне Греция ещё в институте надоела. И я копал источники по Востоку больше. А изумрудная скрижаль, опять просто вам напомню, греки её просто перевели. Якобы греки. Кто на самом деле перевёл и двинул эти идеи для всеобщего изучения, неизвестно. Ну, поэтому вот как-то так. Не знаю ничего про Аполлонию. Понятно. Тиана, вопрос в эфир. Вадим, когда говорят о законах Вселенной, хочется спросить, а кто эти законы воздвиг и по какому праву? Никогда жил Герместр Смегист. Это совершенно уникальный человек, который заложил основы нынешнего мира и науки как таковой. Астрономия, Тарота, не знаю, что такое. Его герметическая философия стала основой халдейской астрономии и древней греческой философии, алхимии. И который во второй своей книге Киба Леон, какие у нас грамотные вообще. Не, не, я знаю. Я знаю. Сформировал основные законы мира, на которые людям нужно ориентироваться из семи законов. Мы, по сути, нарушаем все семь. Также, по вашему мнению, что же, по вашему мнению, трижды величайший нам завещал в этих сводах? Благодарю. Вот такой развернутый вопрос от Тианы. Да, постараюсь на него развернутое ответить. Тианы, ещё раз, не сводите всё к одному человеку. Ну, так не бывает. На практике даже. Это собирательный образ. Тексты, вот смотрите, даже то, что я вначале процитировал, относятся к разным временным промежуткам, причём серьёзным. Между ними примерно то, что позволяет наука идентифицировать, 400 лет разницы. До новой эры — новая эра. Это огромный промежуток. Тут некоторые забыли, что было там 100 лет назад или 70 во время Второй мировой войны. Поэтому вообще чем историческая наука мне как бы умиляет? Люди с лёгкостью говорят о том, что было там тысячу лет назад, как будто они это смотрели по телевизору или были свидетелями. На самом деле всё не так просто. Мы можем строить анализ, анализировать, как жили люди, опираясь на три источника. Письменный, летописи, воспоминания, трактаты научные. Характеризуют мировоззрение людей того времени. Археологические раскопки и свидетельства очевидцев. Всё, больше ничего нет. Четвёртый источник — это то, что вы увидите через управляемые сновидения или через определённую практику, которой обладают единицы. Так вот, вы ещё путаете такую вещь с законами и принципами. Слово «закон» употребляется часто, а слово «принцип» практически никто не употребляет. Так вот, эта проблема перевода на самом деле работает принцип, то, что лежит в основе всего. Ещё раз напоминаю, закон. Ну, закон люди поменимают в трактовке того, что вот есть определённый свод, его нужно исполнять. И вот здесь возникает смысловое расхождение. Принцип и закон. Закон вроде как обязателен, и принцип обязателен, но закон не лежит в основе всего. Это то, что предписывает. А принцип — это то, что лежит, и ты его можешь не исполнять, но ты его должен знать, если хочешь дальше продвигаться. Ты можешь закон знать, не знать, ничего не изменится. Он тебя просто направляет в коридор, но он не развивает осознанность. Не знаю, это такой сложный нюансик. И слово «закон», которое используется в этих текстах, ну, это, скорее всего, погрешность, которую допустили переписчики текстов. Любую информацию, которую вы получаете с древних текстов, на которые вы сослались, ну, замечательно. Ну, просто вы экстраполируете её на современный уровень знаний. Нельзя говорить, что все знания, вот, самые светлые знания обладали люди, которые жили тысячу лет назад. Да откуда вы знаете, как они жили тысячу лет назад? Предыдущая цивилизация была мощнее нашей, уничтожила себя мгновенно. Потому что, ну, пирамиды никто повторить не может и так далее. Вот с текстами то же самое. Вы не берите их, как некую неподдающуюся критике догму. Вы тогда становитесь на путь всех остальных религиозных мракобесов, которые тоже возводят определённые идеи в догму. Вы изучаете, смотрите, сравниваете, как это всё происходит в действительности. Тогда у вас развивается ум, и вы не стоите на месте. Эти тексты — это основа и опора для вашего ума в поиске информационного коридора, через который вы сможете выйти на другой уровень. Вы через него выйдете. Если вы видите, что эти книжки вам помогают, да, хорошо. Но мне, допустим, помогут другие источники. Я иду своим путём. Поэтому мы говорим как бы об одном и том же, но иногда просто нужно уточнять, о чём мы говорим. Такие дела. У меня вроде всё. Вот для нас, необразованных, Света сбросила такое сообщение. Скрижаль — один из основополагающих документов герметизма, якобы написанный самим Гермесом Трисмегистом и найденный на его могиле греческим магом Аполлонием Тиасским. Первый век. По легенде, Скрижаль содержит ключи к овладению всякой магией. Её очень ценили алхимики, астрологи и прочая публика, любившая эзотерическое знание и магию. Вот теперь мы с тобой будем знать, кто такой Аполлоний Тиасский. Спасибо, Света. Но я уже сразу и забыл практически. Знаю, где искать, найду. В общем, просто надо запомнить. Вот он нашёл, и с этого всё покатило. Покатило. На самом деле было не так, но неважно. Неважно. Главное, что он нашёл всё. А было ли так, не было, это уже неважно. Какой его знает, да. Идём дальше. Стас Добрый, реплика в эфир из Ютуба. Благодарю за информацию. Хотелось бы услышать Скрижаль, как изначальный труд алхимиков для достижения философского камня. Благодарю. Как ты вообще с алхимией дружишь? Философский камень создавать? Знаете, стоит примерно с десяток книг, репринтов. Я до них не добрался. Но фишка в чём? Некоторые общие принципы, которые лежат в основе алхимии и магии, вы можете почерпнуть из трудов Папюса и Элифаса Леви. Рекомендую. Если найдёте, вот они там очень простым языком, достаточно доходчивым, объясняют основные принципы, лежащие в основе алхимии. Но нужно понять следующее, что философский камень — это такой же образ, как стихия огня, стихия воды и так далее. Это не кирпич какой-то или камень определённого цвета. Речь идёт не об этом вообще. В некоторых трактатах говорится о том, что... Ну так же, как вот они использовали термин ртуть. А, или киноварь. Вот опустите цип поликиноварь, это так китайцы говорили. Ну они там свою цигунскую магию творили, когда условно опять магия и всё такое. Но нужно понимать, что поликиноварь — это не ртуть, а некие её свойства, которые тело человека должно пытаться повторить, и которые присущи этому элементу. Текучесть, сохранение формы шарообразной, стремящейся к сфере, во всяком случае, или к полусфере, когда она в каплю собирается. С философским камнем всё то же самое. То есть, если вам интересен именно этот момент, ну, вот этих авторов рекомендую. Сейчас книг перепечатают мало. Если найдёте, покупайте, читайте. Но опять, зачем вам это надо? Золото вы там не найдёте. Возможно, есть способ добывать золото таким образом. Ну, во всяком случае, атомы меди и золото отличаются только положением одного электрона. Если вы поймёте способ, как этот электрон переместить с одной оболочки на другую, то у вас из меди получится золото. Ну, это вот к вопросу практического реализации. А так вообще... Да, пожалуй, всё. Понятно, понятно. А вот тут ещё такая реплика. А он... Вот ты не знаешь Аполлонию? Ты уже забыл про него. Тебе напоминают. А он, между прочим, Аполлоний умел перемещаться в пространстве. Понял? Вот так вот. Так что не забывай. Да-да-да-да-да. Во время запрета каратэ мы занимались в одном из подвалов, а нас участковый не трогал, потому что брат моего друга работал в этом отделе оперуполномоченным. И ходили такие страшные слухи про этих каратистов, которые там стены кирпичные крушат в этом подвале. Я лично эти слухи слышал. Приятно было слышать про себя такое. Но на самом деле ничего подобного не было. Поэтому люди начинают обрекать в некие легенды то, что они где-то подсмотрели и так далее. На самом деле, если вы начнёте задумываться просто... Понимаете, вот эти все измышления, они противоречат элементарной физике. Может ли тело проникнуть сквозь объект? Ну попробуйте разогнаться и так далее. Да ничего не произойдёт. Точно так же говорили, кстати, про мастера Айкидо Уисибу. Хотя он делал совсем другие вещи, но те, кто видел со стороны, описывали его как способного чуть ли не к левитации и так далее. Ну, возможно, есть отдельные люди, которые это могут делать. Но поверьте, это люди просто результаты эксперимента создателя, создателя, который наделяет людей теми или иными качествами. И эти люди ими обладают. Мне вот мой друг рассказывал, у него был преподаватель. В его ПТУ он потом закончил два университета, ну, неважно. А начинал он с этого. Так вот, ПТУшники, отъявленные там бандюганы, там очень было непростое ПТУ, боялись преподавателя как огня. А почему? Он управлял реально крысами, допустим. Он умел читать мысли людей. Причём, как бы, вот, мой друг очевидец всех этих событий. Вот он реально рассказывал, как эта крыса вылазила по команде, когда там все начали баловаться, шуметь. Он говорит, сейчас вот эта крыса придёт, вас сожрёт и за других за собой приведёт. Все ха-ха-ха. Через три минуты появляется откуда-то из-под пола. Дом был старый, училище в старом здании находилось, щелей много. Здоровенная крыса села на него, сидит и смотрит. Говорит, мы все заткнулись сразу. Он говорит, иди на место, не оборачивайся, сам на доске там формулы чертит. Она повернулась, залезла в дырку и ушла. Вот и всё. Там про него можно много рассказывать. Человек путал, то есть находился между настоящим будущим и не различал иногда эти вещи. То есть разговаривал с людьми, которые к нему ещё с вопросом не обратились. Он заранее отвечал на их вопросы и так далее. Вот такие люди есть. Откуда у них такой дар? Ну, я же говорю, либо результат эксперимента, либо просто вторая версия, несколько более материальная. Хотя какая она материальная? С предыдущей цивилизацией те, кто остались, такими способностями обладали. Как правило, практически все. Как утверждает Гурджи в своих книгах, опять, а эти утверждения основаны на текстах, которые он вытащил из монастырей на Среднем Востоке, то пятой цивилизации поставили буфер кундалини для того, чтобы человеческий потенциал не работал на разрушение, как в предыдущей цивилизации. То есть строение тела предыдущей расы, предыдущей цивилизации, людей предыдущей цивилизации отличалось немного от строения нашей цивилизации. Тела-то только не сохранились. Ну, где-то, может быть, лежит законсервированное одно-два. Ну, пока до них не добрались. Такие дела. Так что, ну, вот, как-то мог, так и ответил на вопрос. Вот ты интересный человек. Значит, перемещение в пространстве ты отвергаешь, а управление крысами, чтение мыслей — это как бы всё, пожалуйста, на раз. Ну, просто есть свидетели, которым я доверяю, а некоторые вещи я испытал на себе. Поэтому то, что испытал, либо получил из источника подтверждающего, вызывающего доверие — да. А перемещение тела мгновенно, извините, обычные физические принципы. Ну, есть плотность у стенки, есть плотность у тела. Если человек в состоянии фрагментировать своё тело на куски и пройти сквозь стену, ну, это из области ненаучной фантастики. Ну, хорошо, ладно. А научная фантастика как говорит про чтение мыслей? Она это отвергает. Любая наука отвергает возможность чтения мыслей. Ну, значит, давай тогда не будем ссылаться на научную даже фантастику? Не будем. Получается очень интересно, что в данном случае ты это видел, но это отвергается наукой, значит, с точки зрения науки это нет. Но другой пример, который ты не видел, ты отвергаешь, потому что это с точки зрения науки невозможно. Только из-за того, что ты его не видел. А если вдруг тебе кто-то показал, как он без разбегу, а просто проходит сквозь стену или перемещается в пространстве, ты бы тогда что стал говорить? О том, что наука это не может объяснить, точно так же, как и чтение мыслей управления крысами, но при этом это есть. Да. А если, например, у человека, которого я так уважаю и знаю, что он обманывать не будет, он просто рассказывал очень удивительные вещи в встрече с другим замечательным человеком, который кое-что умел делать из того, что любой простой человек делать не может. И наука не может это объяснить, как это возможно. Но при этом это есть. Я понял, минуточку. Если это касается вопроса перемещения, давайте так. Если человек говорит, что он может сделать, ну пускай покажет. Я просто к чему говорю. 35 лет занятий так серьезно, по серьезному уровню, боевыми искусствами, а тут появляются бесконтактные стили. Этот вопрос, вот сейчас третью книжку, если начну писать, там эту тему затрону. Лучший бесконтактный стиль – это снайперская винтовка СВД. или Баррит, или Т-5000, которые вот там бесконтактно. Все остальное контактно. И все эти бесконтактники просто наберите в интернете, загуглите, как они по репе получают. То есть, вот допустим, про проблему НЛО, которую исследовал, к сожалению, ушедший Вадим. Вот я видел. Причем видел не один в группе. В том районе, где я живу, они появляются регулярно. Правда, я за ними не наблюдал, календарь не вел. Но видно, что это не спутники. Они меняли траектории, летали группами. Люди, которые их видели пьяными, становились трезвыми, потому что в небо тычешь. Говорю, о, они летят, видишь? Ух ты! Ну, это, как правило, в августе месяц. Они у нас активизируются, и целый месяц происходит странное движение. Купола там, когда я жил тут в районе, соседние гектары не были заселены. Мы видели в отдалении примерно на трех километрах от нас странные купола голубого света в поле. А там ни света, ничего нет, ни техника не работала. Среди леса. То есть это все было. Вот это видел. Могу сказать, что это есть. Что это было, понятия не имею. Но эти огни не относятся к техногенным нашей цивилизации, потому что летательные аппараты, которые построены нашей цивилизацией, так летать не могут. Ими изменять такие углы траектории они не могут. Ну а вот эти странные свечения вообще, что-то такое непонятное. Но говорю, в том районе, где я живу, этого добра хватает. Поэтому для меня никаких вопросов не возникает, есть или нет. Не знаю, живые это существа разумные или нет, но нечто, не поддающееся описанию, существует. Ну хорошо, это уже хорошо. Просто я хочу что сказать, что смотри, если есть то, что наука не может описать, в том числе вот эти самые НЛО и купола, про которые ты говоришь. Но ведь известны случаи, когда они появлялись и исчезали на ровном месте и не могли не тут появиться, потому что надо через что-то было перелететь, перемахнуть, через что-то просочиться. Но они появлялись. Круги на полях те же самые и так далее и тому подобное. Но ведь все эти так называемые феномены стали появляться тоже не так давно. Наука стала их… Ну даже не наука, а люди стали описывать где-то в 50-е годы. Ну масса. До этого тоже ведь не было, получается. Алексей, секунду. Я по уфологии там кучу литературы в своё время прочитал, но есть, приводят завзятые уфологи кучу информации о том, что как бы там в средние века видели зарисовки, есть на барельефах и так далее. То есть глубже туда никто не копает, потому что там вопросов много возникало. Да, да, есть. Но это небольшое количество, в массовом количестве, что все уже пикали у них пальцем. Они стали появляться с 50-х годов, и разговор о них пошёл именно с 50-х годов. А до этого как бы там есть, да, фрески какие-то, да, что-то показано. Где-то там и в библейских сюжетах это проскакивает, и на иконах. Да, есть. Но это настолько капля в море, в океане, причём во всех, наверное, океанах, что об этом даже говорить как-то не очень, ну, серьёзно. А вот о том, что сейчас уже невооружённым взглядом видят многие, а некоторые бабушки даже говорят, да, это опять наши лунатики полетели, да. Для них это норма стала. Это стало известно с 50-х годов. И опять же, они существуют вопреки законам физики или принципам физики, которые сейчас во всех институтах и школах преподаются. Поэтому я просто к тому, что если человек, который способен мозгами разбрасывать только на процентов 5, и то при попадании разрывной пули из СВД, в этом случае тогда, наверное, ну, что про него говорить-то? Если включаем, задействуем какие-то другие возможности своего мозга, то в этом случае очень многое такого появляется, что учёные говорят, этого не может быть. Ну, а как не может быть люди, которые солнцееды, праноеды, которые много лет вообще ничего не кушают? Ну, с точки зрения науки, это невозможно. Они должны были, а свенцам там ходячий должен был быть через несколько месяцев и сдохнуть. Да нет, живут, все спортом занимаются, особо об этом не кричат, не разглашают. Как-то, например, превращение светящейся тела, такое тоже есть. И тоже не могут понять, а как это всё? Ну, наука не может это объяснить. Поэтому я всегда стараюсь так. Я допускаю, вот здесь ключевое слово, допускаю что-то есть, просто по каким-то причинам я пока это не видел. Согласен. Нет, смотрите, такой нюансик, скажем так. Я опираюсь не совсем-то на такую науку, а пытаюсь стыковать принципы метафизики и принципы обычной науки. Так вот, как бы, возможный эффект телепортации — да, посредством механизма. Личная телепортация, ну, скажем так, связана с проблемой того, что душа должна уметь распылить тело на отдельные составляющие и потом их собрать. И вот тут возникает технический вопрос реализации. Ну, теоретически допустимо, практически, ну, фихо его знает. Если такой человек и был, ладно, будем считать так. Ну, он был уникален, и это была часть какого-то божественного эксперимента. Ну, оно не передалось никому и ушло вместе с этим человеком. Вот и всё. Возможно, он эти тексты откопал. Возможно. Не спорю. Ну, для этого он, наверное, и в этот мир и пришёл. А может быть, он их даже и придумал, и написал. Потому что человек, обладающий такими уникальными возможностями, вполне возможно, что облюдал способностью проникать своим умом туда, откуда берётся вся информация. Очень даже может быть. Ну, тут нужно просто правильно интерпретировать. Ну, в этом случае соглашусь — да. Ну, опять же, я не хочу его защищать, поскольку я тоже этого не видел. Сказать можно что угодно. А уж написать на чём-то, как говорили некоторые, пишите-пишите, бумага, всё стерпит. Да, то же самое. Уж скрижали, сколько было, и в каких народах известно, и кто к кому приходил, и сколько раз их разбивали, и заново не появлялись. И много там чего умного было написано. Это всё известно. Поэтому кто их писал, когда их писал, кто находил, это другой разговор. Суть в том, что мы об этом сейчас говорим, мы просто этого касаемся. А было это, не было. Ну, что ж. Пойдём дальше. Пустая трата времени. Да. Интересно. Ну, дальше. Реплика эфира Тиана. Скажу честно, читала многие издания. Скрижали. Мне кажется, это учение о том, что происходит в жизни в целом. О том, что есть низшее. Я субего. Эго это, ну, понятно, да? Субего. И о том, как оно мешает нам жить. И заставляет задуматься о том, что мы перестали выполнять фундаментальные законы этого мира, которые, как ПДД, праводорожный жиль, насколько понимаю, мы должны соблюдать. Но, похоже, не особо и у нынешнего поколения это выходит. Да и мало кто об этом знает. Вот такая весёленькая реплика Тианы. Да, в принципе, всё правильно. Что-то так и есть. Единственное, что, ещё раз, скрижали не есть... Короче, это руководство к действию. Это не всеобъемлющий документ. Это часть мозаики. А всё остальное надо искать в других источниках. Но первоисточниках. Нет, там говорится и о высокой составляющей. Её нужно просто в тексте увидеть. Ведь, понимаете, нет такого разделения резкого. Это классицизм на чёрное и белое. Это процесс. И скрижали тексты различных, в арифляциях описывают, в различных переводах. В принципе, стремятся описать одно и то же. То есть люди, которые их составляли. Или один человек, неважно. Неважно, как его звали, но это был точно не Гермес. Поэтому там описаны принципы. Тот, кто стремится к пониманию принципов, получает ключи, которые он может использовать в магии, в астрологии, в алхимии, где угодно. Это ключи. Вот умение их взять и понять даёт открывать двери во все остальные коридоры. Игра своего рода такая, информационная. Ну вот как-то так. А так всё правильно. Если уж про принципы начали говорить, то надо напомнить, что герметизм известен семью принципами, которые лежат в его основе. Это принцип ментализма, то есть мысли, принцип аналогии или соответствия, принцип вибрации, принцип полярности, принцип ритма, принцип причинности, принцип двоичности, активный и пассивный начало, лежащий основой творчества на всех плоскостях бытия сознания. Вот первый — «всё есть ли мысль», в данном случае кто-то переводит там «всё есть ум», это в смысле абсолютно целого, все единого. Второй принцип — это согласно принципу аналогии существует соответствие между явлениями и законами трёх миров — духовного, умственного и физического. Третий принцип — «ничто не находится в покое», всё движется, всё вибрирует. Четвёртый — всё двойственно, всё имеет плюсы, полюсы, минусы, всё нечто противоположное себе имеет, сходное, неисходное, ну и так далее. Пятый принцип — «всё вытекает и втекает», всё имеет свои приливы и отливы. Шестой — «всякая причина имеет свои последствия, всякое последствие имеет свою причину». Седьмой — «двойственность активного и пассивного начала» наблюдается во всём. Во всём есть мужское и женское начало, двойственность их проявляется на всех плоскостях бытия. А вот эти вот семь принципов, на которых строится, в общем-то, сам герметизм. Что ты предскажешь? Ну, так и есть, я знаком с этим текстом. В принципе, человек, разместивший этот текст в интернет-сети, провёл, возможно, свой анализ первоисточника, и, в принципе, он всё правильно описал. Какие-то моменты там, ну, скажем так, неспорные, но я бы их некоторые по-другому обозначил. Но в целом я согласен с тем, что он написал, потому что в любом случае это расширяет кругозор человека, который стремится докопаться до истины. Вот и всё. Любые тексты на этот счёт можно читать и нужно, ну, этот текст написан от души человеком, который ищет истину, и как бы в любом случае он полезный. А что в этих принципах, на твой взгляд, может быть сомнительным? Нет, сомнительного нет ничего. Просто в самом тексте скрижалей ну, вот такого разделения на семь нет. То есть это современная трактовка, но трактовка абсолютно правильная. То есть человек прочитал тексты, посидел, покумекал и вывел вот эти семь принципов. Но нигде в текстах, допустим, их вот так вот, как он описал, по полочкам разложив, нет. Поэтому это очень полезная информация. Но она абсолютно правильно. Про полярность, про вибрации, про ритмы и прочее, причинно-следственные связи, пол. Всё да. Но мне кажется, в своё время герметизмом так интересовался. Мне кажется, здесь всё-таки упускается основной, восьмой принцип, который стоит над всеми. Потому что каждый принцип сам по себе — это всего лишь навсего отдельный инструмент. Ну, конечно. И если нет того, кто этот инструмент берёт в руки или куда-то направляет, в этом случае это принцип сам по себе просто как созерцательный. Ну, есть это и есть. А вот если мы добавляем основной принцип управления, который сводит всё вместе и взаимодействие происходит этих принципов, каждый из них не может отдельно существовать, потому что все они между собой связаны, то в этом случае тогда появляется как раз суть жизни. А каждый по себе принцип — это всего лишь инструмент или что-то описывающее, какое-то явление, не более того. То есть здесь ключик, мне кажется, это тот, кто всё понял, и этим всем начинают управлять или хотя бы понимать, как оно действует и не попадают в дурацкие ситуации. Вот здесь не хватает одного главного управляющего, объединяющего принципа. А нет, если уже так копать, он упустил два принципа здесь. То, что находится вверху, соответствует тому, что находится внизу. И подобное притягивается к подобному. Там, кстати, об этом в текстах прописано очень хорошо. Второй принцип как раз аналогии там и есть. Здесь говорится. Здесь просто сведено к трём мирам, это упрощённое. Да, да, да. А там есть ещё, что вверху, то и внизу. Это всё понятно, да? Да, это аналогия, да. А вот притяжение к подобному, к подобному, ну, явно тут не сказано. Вот и всё. А это очень важный принцип. Он опять вытекает из аналогии, что вверху, то и внизу. И он связан с вибрациями. То есть вот эти семь принципов лежат в основе пирамиды, ну, внизу, скажем так. А верхние принципы, ну, здесь не указано. Но в любом случае, говорю, это полезная информация, она облегчит понимание чтения этой самой книги. Вот, кстати, сейчас вернусь, нашёл эту информацию. То, что якобы написано на изумрудной скрижале, именно на этой каменной таблике, сейчас процитирую. «Истина без всякой лжи, достоверной и высшей степени истина. То, что находится внизу, аналогично соответственно тому, что находится вверху. И то, что вверху, аналогично тому, что находится внизу, чтобы осуществить чудеса единой вещи». В некоторых переводах немножко другой текст, но неважно, смысл сохраняется. «И аналогично тому, как все вещи произошли от единого через посредство единого, так как все вещи родились от этой единой сущности через приспособление. Солнце — её отец, Луна — её мать, Ветер её в своём череве носил, Земля — её кормилица. Вещь — это отец всяческого совершенства всей Вселенной. Сила её остаётся цельной, когда она превращается в Землю». «Т» делили Землю, ну там дальше наставления идут. То есть это какие-то несвязанные между собой отрывки из полных текстов, которые были на табличке записаны. Но что-то конспектировал, понятия не имею. В любом случае приписываться, что именно эти слова были на табличке, но из них самое ценное и имеющее законченный смысл — это вот принцип аналогии описывающий. Всё остальное требует дополнительных пояснений, которых, к сожалению, в этом тексте нет. Кстати, вот когда вы говорили про принципов, я встречал несколько трактовок этих принципов. Семь принципов излагаются по-разному. Вот как раз в чём ты сказал. В данном случае здесь явно не указаны эти два принципа, которые вытекают один из другого, в принципе. Ну да. Да, я встречал трактовки другие, где эти семь принципов более, на мой взгляд, правильно описаны. Ну ладно, авторы разные, каждый по-своему трактует. Главное, что мы крутимся вокруг одного и того же, и это не мысль о том, где купить дешевле, пожрать и так далее. Ну да, главное, что возникают мысли, а как же правильно и желание разобраться. Ну да, и где-то рядом посередине может там находиться. Вопросы в эфир от Владимир Азматич. Вадим, какова вероятность того, что скрижали, написали рептилоиды или писиглавы, чтобы ввести в заблуждение род человеческий? Да знаю я эти теории. Ну, понимаете как? Вот мое отношение к ним скептически критическое, потому что из немногих дошедших до нас изображений людей четвертой расы, четвертой цивилизации, я бы так лучше сказал, потому что там тоже была раса черная и белая, ну, они имеют вполне человеческие черты. Это следует из тех артефактов, которые нашли в Южной Америке в виде каменных сфер, на которых лица изображены. Там, кстати, негроидные черты прослеживаются. Очень интересно, ну как? Уничтожение лика этого самого сфинкса. То, что сохранилось от лица, не соответствует лицам людей пятой расы. Ну, немножко есть отличия. Возможно, стреляли в это лицо специально, чтобы уничтожить следы того, как выглядели люди в предыдущем воплощении. А про эту расу, так кто его знает, есть она или нет, скорее всего, нет. Но то, что я читал, слышал, точнее, видел в интернете и так далее, ну, не подкреплено материальными источниками. Можно придумывать любую идею про рептилоидов и так далее, что они с планеты Нибиру прилетели. Ну, опять, увидел, да. Либо нужно собирать материал, такой, серьезный достаточно. Это просто принцип, по которому все военные работают. Вот, кстати, по поводу НЛО, ну, по крайней мере, один институт под Москвой работает на изучение этой проблемы очень серьезно. Его курирует Министерство обороны. Почему? Об этом могу уверенно утверждать. У меня знакомый в этой системе там работает. Он бывший летчик, начинал изучать НЛО еще, когда служил сопливым лейтенантом на Дальнем Востоке. Ну, он их там атаковать, на таран пытался идти и так далее. У него самолет терял управление, он падал. Над землей электроника срабатывала, он выходил и так далее. Ракеты их не брали. Ну, то есть, тут уже человек рассказывал, и как бы это реально. Ну, по крайней мере, не верить ему не было никакого смысла, потому что, ну, это было время всеобщего скепсиса, а с кем-то надо было делиться такими мыслями. Я тот был человек, который это слушал и не крутил пальцем у виска. Вот и все. Поэтому, если появится информация, заслуживающая, скажем так, доверия, которая ложится в основу теории, ну, тогда, да, следует прислушаться. Все, что касается, допустим, рептилоидов, которые там построили пирамиду масонскую и так далее, и вот эту всю владеют миром, да все намного проще. Социальный слой паразит, который произошел от четвертой расы, имеет такой же человеческий облик, просто они переняли их идеи. Это вот гражданин Моисея и компания. Вот. Это все жрецы, вышедшие из Египта, а те ребята получили вот как раз вот ту информацию, которая описана в герметическом своде и так далее. Так неизвестно, какие книжки еще им в руки попали. Вот эти книжки вы точно нигде не зайдете. Точно так же, как часть Торы передается только из устны. Вот по этой самой причине передается часть сакральных знаний, которая человеку поможет либо противостоять определенным процессам, либо приоткроет глаза на определенную истинную картину мира. Вот и все. Я где-то в нескольких источниках серьезных достаточно исследователей, которые там исследовали проблемы пирамиды предыдущих цивилизаций, они делали анализ того, что человечеству известно о положении звезд на небе. Так вот, делается там простое заключение. Некоторые выводы люди могли сделать, наблюдая непрерывно за звездами в течение 10 тысяч лет. При этом информация не должна была теряться для того, чтобы составить общую картину. Ну, это вот к слову о том, что мы знаем об истории. Ну вот как-то так. Так что на рептилоидов я криво смотрю. Вы уж не обижайтесь. Так что... А, еще секундочку. По поводу выдуманной, которая сбивает человечество с пути истинного. Ну, хорошо. А по какому тогда пути должно идти человечество? Вот я вам скажу так про себя. Коммунистическая эпоха нам вбивают в голову. Достаточно серьезные были всякие преподы, начиная там со школы и техникума. Мне так попалось. Озабоченный марксизмом, ленинизмом. А я все в голову не принимаю. Ищу информацию, которая является альтернативной. А то просто не запоминаю. Я так в карате и пришел. Не потому, что там людям морды нравилось мне бить. Я мирный человек. Но там появились источники. Все-таки я в провинции жил. Да и живу сейчас. Где, если там, допустим, в Москве, в Питере и так далее. Как бы все-таки культурные столицы. Обороты литературы другой. То здесь у нас найти нормальную книгу весьма проблематично было. Особенно в советское это время. Именно связанную с философией, кроме марксистско-ленинской. Поэтому я и зацепился за восточные боевые системы. Потому что там присутствовало теоретическое обоснование в виде дзенской философии. Вот и все. Поэтому человек для себя сам выбирает путь, по которому он идет в поисках информации. Вот как вам можно помешать искать путь, когда информация, которая дается в изумрудной скрижале, вас на этот путь направляет. Когда вам говорят, что вам не надо делать. 12 условно назовем их смертные грехи. В христианстве их там 7, допустим. Но они, в принципе, совпадают во многом и так далее. В других источниках, не менее древних, описанных у Гурджива, также говорится о тех же самых неправильных поступках. О них же говорит Хазрат и Найадхан в своих трудах. А он информацию черпал из индийских источников. То есть это все одно и то же. Каким образом эти люди, не связанные друг с другом никак, во времени, в пространстве, в разных культурных слоях находятся, в социальных, говорили об одном и том же. И они все сбивают с пути истинного. Какой тогда он путь? Ну, дальше не буду налоги проводить, они все касаются РПЦ и так далее. Но, опять же, неоязычество становится на тот же путь, который заканчивает РПЦ. Она закончит плохо. Потому что людей от года в год в храмах все будет меньше и меньше. Почему? Ну, потому что торговлю нельзя совмещать с поиском духовного пути развития. Ты либо то, либо это. Ни один из святых старцев не занимался стяжательством и прочими вещами. Они им были не нужны. Они имели только самое необходимое. Здесь то же самое. То есть, когда вам эту информацию подкинули, вы такой вопрос задаете. Вы просто подумайте, а какой путь другой? И все встанет на свои места. Ну, вот как-то так. Я с тобой согласен. И об этом тоже неоднократно говорят. Когда какие-то различные источники появляются. Вопрос. А не подброшено ли это нам? Я всегда говорю. А вы просто проанализируйте, подумайте. Задайте себе простые вопросы. Первое. Что в этом источнике есть вредного для вас, для вашей семьи, для державы? Что в этом источнике есть полезного для вас, для вашей семьи, для державы? Вот если у вас будет ответ такой, что вредного там минимум, а полезного там максимум, ну тогда с точки зрения здравомыслия вредное отбросьте, а полезное возьмите на заметку. Всего-всего. Да, и всё будет хорошо, замечательно. Потому что сейчас, как выйдет какая-то книга, начинается сразу тут разборки. Да это всё масоны подбросили, да это те-то подбросили. И говорят, да мне не важно, кто это подбросил. Если у тебя есть голова на плечах, ты будешь как-то анализировать и задумываться о том. Хорошо, а откуда масоны взяли эту информацию? С какой целью они подбросили? И дальше, если ты будешь понимать суть масонства, ты достанешь оттуда то, что они вложили, своё, для того, чтобы разрушить, и выкинешь это. А если ума у тебя нету и не хватает возможности для анализа, ну в этом случае ты даже самое светлое будешь выплёскивать. Ведь если мы берём какие-то древние знания, то по сложившимся определённым обстоятельствам, как раз все эти знания оказались в руках известно кого. Да. Но откуда им сейчас всплывать-то, кроме как там иллюминатов, атмосонов и прочих-прочих товарищей? Ну, хранители наши есть, да. Но хранители сейчас пока сидят там и особо не вылезают. И ни к всех не могут достучаться. Но здравомыслие иногда помогает разобраться со многими вопросами. Просто надо обладать им чуть-чуть, воспитывать в себе это здравомыслие, проявлять её в конце концов. И тогда вы начнёте отбрасывать то, что вам не нужно, и брать на вооружение то, что нужно. Иначе вы дойдёте до того абсурда, который вот на войне. Как-то один из политруков, был такой случай, он пытался засудить непонравившегося ему бойца, который дрался немецким оружием. Серьёзно был такой случай, когда он просто подал в трибунал на этого бойца, потому что он дискредитирует оружие Красной Армии, потому что взял в руки на поле боя немецкий автомат и начал им стрелять. Это дискредитирует силу нашего оружия. То есть РККА получается невооружённая. И бойцу долго пришлось доказывать о том, что моя винтовка была разбита в бою, осколок повредил, я не мог стрелять, патроны кончились. А тут я немца убил, взял оружие, и десяток других немцев при помощи оружия расстрелял. Медаль надо давать, а вы меня судить собираетесь. Ну хорошо, там начальник трибунала был такой, вполне нормальный. Он сказал, вы знаете, мне всё равно, как мы одержим победу над немцами. Главное, что мы над ними одержим победу. Поэтому молодец. И подал рапорт о награждении его за героические действия. А этого быстренько отправили туда куда-то в тыл, пылит рука, и всё этим закончилось. Вот, поэтому, да, нам сейчас подбрасывают очень часто искажённые, изменённые какие-то знания. Но надо смотреть, что в них правда, что в них неправда. Анализируйте, просматривайте. Отвечает кто у вас внутри, не отвечает. Будет ли это давать вам пользу для вас, для вашей семьи, для державы? Или не будет давать? Вот и всё. Всё же достаточно просто. Алексей, ещё тогда пару слов в эту же тему. Вот смотрите, допустим, есть такой запрещённый документ, но я его упомяну, Сионские протоколы. Вроде как разжигающие розни, всё такое. Внимательно я его читал и скажу, что огромное количество он содержит полезной информации. Она может быть использована как во благо строительства и восстановления государственного строя, ну или во имя разрушения. Её использовали во имя разрушения, эту информацию. Принципы использовали, те же самые. Там изложены принципы. Сейчас книжка запрещена. Другой пример. Библия. Я к ней очень криво отношусь, но «Семь грехов». Почему они там были сохранены и оставлены? Там нужно просто читать правильно. В целом всё говорится правильно. Не делай тот, а тот, а тот. Понякается просто почему. Просто там написано, что это всё не надо делать только людям одного народа. А всем остальным можно. Там не говорится о том, что надо это поощрять и так далее. Но контекст идёт именно такой. Вот это ты в своей среде, среди своих братьев твоих делать не должен. А братьями они называют только сами себя. Другие для них имеют другое обозначение в виде гоев и так далее. Ну таким вот образом. Почему из Библии нельзя взять эту часть? Да можно и нужно. А всё остальное брать не надо. То есть фильтровать нужно информацию. А вопрос, кстати, о переделке источников. Я же вначале там беседы, пример, вам приводил. Что сейчас, допустим, вы не найдёте подлинного описания пророчеств. Её убирают. Либо информацию начинают подделывать. И гуляет по сети и в прессе куча лжевысказываний Ванги, лжевысказываний Кейси и прочих тех, кто мог загрязнуть за горизонт реальности. И выдаются за их истинные высказывания. Да откуда вы знаете? Сейчас эти ребята просто лет 10 назад поняли, как в информационной войне можно использовать подлинные источники. Точно то самое они делают с книгами. Но в данном случае я же делаю акцент. Ищите книжки, выпущенные либо репринтные издания. Хотя сейчас могут годы и репринтные издания начать подделывать. Либо качественный репринт, выпущенный, переизданный в 90-е. Либо, если повезёт, выпущенный в самом начале. В конце 19-го, в начале 20-го века. Но это редкость, сложно. Поэтому в 90-е, говорю, ориентируйтесь на эту информацию. Сейчас могут подделывать, начать их. И не удивлюсь. Ну, такие дела. Да, ты абсолютно прав. И скоро, да и что скоро, уже подделывают, уже подписывают. Вроде смотришь, издание репринтное, а там чувствуешь, ага, какие-то там словечки. Словечки, которые никогда там не были. И вроде бы в другую сторону уволят. Так вот, для того, чтобы вас не вводили в сторону, необходимо проявлять здравомыслие. Необходимо быть образованным, ведущим, человеком. Если вы понимаете то, что происходило, например, 60 лет, 100 лет, и какие-то читали, ну, хоть как-то знакомились с литературой тех времён, вы понимаете, какие обороты были тогда, какие слова употреблялись. Если вы, опять же, образованный человек, ведущий, знающий, интересующийся, ну, вы поднимете старые словарья, ознакомитесь. Вы поймёте, что какие слова наводил, какие слова не наводил. Когда это слово появилось, не появилось. И это будет ключами для того, чтобы давать же вам, опять же, определение, где наводил здесь, а где не наводил. На что стоит обратить внимание с точки зрения «да, так надо», а на что стоит обратить внимание с точки зрения «да, ну его нафиг». Вот. И всё же зависит от вас. А у нас почему-то всё переводится в разряд возбуждения. Ну, эмоции по известному слову, да, русское слово «возбуждение». Когда «ой, меня это возбудило», ой, эмоционирует, начинает человек, ой, да не может такого быть. И начинаются там разговоры. Вот что там далеко в лес ходить, передо того же Неумывакина, да, когда был первый ролик выложен. Ну, там всё подделка, фейк и так далее. Никто даже не... Ну, нет, никто, вру, погорячился, прошу прощения. Некоторые, которые больше всех возмущались, казались, что они даже не сравнили голос Неумывакина с другими роликами. Они даже не попытались узнать в центре имени Неумывакина такая ситуация или не такая. Они даже не попробовали перевести просто рубль какой-то там, чтобы увидеть, кому принадлежит счёт, куда перевод. Им проще было написать фейк, подделка там, не может быть и так далее. И уже только с третьего захода, когда уже появилось видео, где сам Иван Павлович сидит и это рассказывает, они так сказали, ну да, и то нет, нет, нашлись два человека, которые сказали, всё равно не верю. Ну, ничего не сделаешь, да. Ну что ж, ну это диагноз, ребят. Это диагноз, мы на таких смотрим спокойно. Вот как ты смотришь на реттилоидов спокойно, да? Да. Вот. Но тебе везёт, ты хотя бы их видишь. А некоторые не видят, и о них говорят. Вот в чём проблема-то. Ну ладно, идём дальше. Вопрос в эфир от Владимира Замутеевича. Вадим, какова вероятность того, что скрижали написаны тилоиды? Мы этому прошли. Виктор, вопрос в эфир. Вадим, по вашим словам, путешествие во время невозможно, а как быть с некоторыми находками археологов, как, скажем, современных швейцарских часов в древней китайской гробнице? Или с телом белого человека, найденного в горах, вместе с которым были найдены вещи из разных геологических эпох? Что вы можете сказать об этом? Благодарю. Да что сказать. Значит, вы, если эту информацию из Ютуба берёте, то там ещё есть ролики о том, доказывающие, достаточно аргументированно, что Земля плоская. И они, кстати, 100 тысяч просмотра набирают. Понимаете, есть признанные авторы исследователей в этой области. Ну, например, Кремо, запретная археология. Там не говорится о швейцарских часах. Там говорится о странных артефактах, найденных в слое, которому 100 миллионов лет, угольный, допустим, слой, который имеет техногенное происхождение в виде плетья, штамповки и так далее. Вот этот исследователь заслуживает доверия, потому что он работает с первоисточниками в архивах. Ну, ему повезло. Он имеет на это возможность, средства и так далее. Он на это жизнь положил. То есть он очень авторитетен в своих кругах, и никто не смог его опровергнуть. А YouTube, он много чего выкладывает. И вот вы имейте в виду, основная деза идёт пока там, информационная. Поэтому насчёт моих слов о путешествии во времени. Я так не говорил. Я говорю о том, что человек может заглянуть в прошлое через ум. Мне показывали, как это делать. Поверьте, я когда проснулся, я понял, что у меня там до этого, как до Берлина на карачках. Там, я же говорил чуть-чуть, должно быть нейтральное состояние, отсутствие желания. И вот главное слово нейтральность. И тогда вы сможете открыть. Но это не портал, я не знаю, показывали. Говорить об этом бессмысленно, как это выглядит. Вы сможете учтить, но вы не попадёте туда телом. Вы не сможете там ничего сделать. Материально вы не перенесётесь. Потому что, ещё раз, набор атомов, который оживляет посредством информационного воздействия из метафизического мира, всё, что здесь происходит в трёхмерном мире, меняется каждый миг. Путешествие во время подразумевает, что вы производите рекомбинацию атомов до того состояния. Вы представляете, какое количество энергии при этом должно затратиться и выделиться? Нереально просто-напросто с точки зрения этих законов, принципов обычной физики. Параллельные миры существуют не в том виде, не в виде таких тел. Они существуют в виде образов, вибраций. Ну, назвать параллельным миром мир, в котором обитают демоны, нельзя. Они живут на Земле в пограничной зоне. И их видно не всегда. Я рептилоидов не видел, Алексей. А вот демонические... Я придрался простым словом, придрался, что я смотрю на рептилоидов, ты сказал, я смотрю на рептилоидов. А демонические сущности видел, привидения тоже видел. Причём сидели мы в компании. И не видел их ни я один, и мы были трезвы, что самое главное. Поэтому, извините, это было в старом доме и так далее. Поэтому это и есть. Ну, потому что я не могу утверждать, что этого нет. Ну, слишком уж яркие впечатления от контакта. Особенно много этого я видел, когда практиками начинал заниматься. Мне было около 30, это там тогда пёрло. Сидишь, и это видишь, и оно там вокруг тебя ползает. Совсем рядом. Самому нет, а вот рядом — да. Они разные формы имеют. Некоторые в виде насекомых, некоторые в виде странных таких мутантов, непонятных сложно описать. Ну, вот как-то так. Так что лучше кремо-книжку найдите, запретная археология, начните с неё. А вот эти интернетовские вещи, ну, очень аккуратно к ним относитесь. Вот ты сказал про то, что Земля, оказывается, не плоская. Я вот сегодня на огороде был, там тяпочкой работал. Плоская Земля, во все стороны всё вижу. Плоская. Так я ж согласен с этим. Ну, ладно, идём дальше. Миколаевич из Тараковки. Вопрос эфир. Как уравновесить душу? Так, смотрите, ну, единого рецепта не существует. Если так, ну, скажем так, бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. У китайцев для этого существуют практики, которые пришли к ним от нас много лет назад, столетия, может, даже тысячелетий, связаны со столбовым стоянием. На Востоке сохранились медитативные практики. Все это связано с работой ума и с умением остановить поток мыслей, создавая тишину в своём уме. Вот просто поставьте маленький эксперимент над собой. Попробуйте минуту вообще ни о чём не думать. Ни о чём. Засеките минуту, таймер поставьте там на часах, на телефоне, и вы увидите, как это сложно. Ну, только по-честному. Вообще ни о чём. Не о том, что там вам на работу завтра надо, там про собачку свою, ещё что-то. Ни о чём. Минуту. Вот. И вот это вот один из показателей, вернее, это один из способов. Как бы этому я посвящу свою книжку номер три. Сейчас я над ней работаю. Всё идёт от чего? Есть разные способы, повторюсь. Старцы — это редкий такой вариант. Они шли через эмоциональный центр. Во-первых, нужно понимать, что такое душа. Я это там в своей книжке взял за смелость описать. Ну, описал так, как мне показывали. Не знаю, насколько это серьёзным для вас будет доводом, но если вы купите, почитаете и сравните с теми данными, которые есть в психологии и психиатрии, в том числе, вы придёте, возможно, к выводу, что я прав. Потому что то, что я там описываю, описывает те состояния, дополняет, лежит в основе того, что психиатрия как бы лечит и не понимает, что она лечит. Медикаментами душу не вылечишь. Душа сумасшедшего — это душа в стадии распада, как целостного объекта. Так вот, есть очень простой способ. Значит, прежде чем начинать с души, нужно начинать с тела и с осознанности, с развития осознанности, но через тело. Вам нужно сузить информационный поток, который идёт через душу, через ум. Значит, как это делается? Концентрация идёт посредством сужения потока на переносе внимания, допустим, на то, как вы двигаетесь, то, как натянут ваш позвоночник, а всё привязано к позвоночнику. Извините, сейчас далеко от темы уйду, ну, просто с этим связано. Что такое позвоночник? Это информационная шина, через которую течёт вся информация. Через верх, до низа и обратно по спиральному пути. Буфер кундалини встроен человеку в виде лордоза, который присутствует в поясничном отделе. И через вот этот изгиб механический и через закрытие, в том числе течения на уровне даже первой чакры, она там между ног у человека находится, ну, картиночки можете поискать, найдёте в интернете. Вот. Течение целого прерывается. То есть человек, если его рассматривать как антенну, не является целостным проводником информационного потока. Этот поток в нём дробится. Для того, чтобы начать наблюдать за собой, с точки зрения здоровья, нужно научиться правильно выстраивать свой позвоночник и тело в целом. Тело в целом выстраивается путём переноса веса тела на первую треть стопы, поворота таза вокруг оси головки берцовой кости, натяжение через копчик поясницу-макушку, и расслабление в плечах, и создание пустоты в подмышках. Вот если вы начнёте за этим наблюдать, то и каждый день стараться поддерживать именно такое состояние вашего тела, то вы, во-первых, увидите, что как ваше тело перекошено, как оно претерпевает болезненные изменения, это всё очень сложно. И вы сужаете поток до изучения себя информационной. Об этом говорил Успенский Гурджиев. Я просто говорю простым языком, не говоря дзенскими практиками, всякими отсылая, как на Востоке советуют, особенно индусы. Вы таким образом обращаете внимание на поведение своего тела, и ваша душа начинает наблюдать за тем, как работает машина. Дело вот в чём. Дай мне сейчас всю книгу расскажу. Значит, душа не может увидеть сама себя. Так же, как существует в одном из статков, по-моему, Блаватской, версия о том, что Создатель создал этот мир только для того, чтобы разобраться с самим собой. Потому что он себя тоже не может увидеть со стороны. Но человек точно на уровне души не может это увидеть, потому что это внетелесное, то есть это имеет структуру и форму, но тело как такового не имеет. Это структурированная информация, условно назовём это всё дело, способная к самообучению при определённых условиях. Так вот, душа способна себя начать изучать через изучение своего тела и наблюдение за своим телом. Почему? Это наиболее доступный объект, в котором она способна разобраться. Как говорил один Великий, никто кроме вас не может знать ничего о вас самих. Кто бы вам что ни говорил, изучайте себя, и вы там найдёте Создателя и обретёте равновесие и так далее. Вот через наблюдение за собой на уровне тела постепенно переходят к изучению, к остановке работы ума, а там начинают происходить очень странные метаморфозы. Вы начинаете видеть по-другому. Вот и всё. Поэтому центрированность души посредством размышления об этой центрированности лишена практического значения, потому что у вас нет точки опоры, как говорил товарищ Архимед. А вам точку опоры нужно найти. Опору вы сможете найти только в своём теле, наблюдая за ним, за своим поведением, за своими поступками, действиями и так далее, развивая свой ум через аналитическую работу. И опять повторюсь, через чтение и критическое изучение всех источников. Ну это как бы, понимаете, ещё такая штука. Вот йога, которую изучают европейцы, и сейчас у нас тут она в тренде. Ну на самом деле это низшая форма йоги. А высшая форма йоги — это работа ума. Это вот как раз мыслительный процесс. Чтобы прийти к нему, человека сперва заставляли принимать неудобные позы, причём их было намного меньше в старой йоге, чем это есть сейчас. Вот. Специальные упражнения, которые направлены были в первую очередь на выравнивание тела по той схеме, которую я вам описал в начале ответа своего. Все остальные упражнения там ложные. Когда там человек себя в узел завязывает, это особенность индийского мировоззрения, но она проявляется в их фильмах. Вот. Они способны гипертрофировать любую идею и довести её до логического абсурда и идиотизма. Поэтому я к современным индийским текстам отношусь с большим скептицизмом. Вот то, что они старое сохранили, практически не унося изменений, честь им и хвала. А новое, ну, я сразу индийское кино вспоминаю. Смертельные удары индийского кино. Ну, вот как-то так. Это если очень коротко, поверьте, эта тема не на одну передачу. Лучше, если получится, мою книжку возьмите. И третья, когда будет, её анонсируют наверняка, Славянская Радия. Вот её купите. Там эти процессы я постарался описать как практик. То есть, есть люди, которые пишут о том, что не знают. Я же говорю, 35 лет я занимался боевыми, сейчас занимаюсь. Это немножечко другая система, не классическая и так далее. Ну, наподобие того, что Егор Гамаюн, допустим, показывает. Мы когда-то эту тему затрагивали. Вот. И это то, что я через себя пропустил. Это обмен опытом. Причём таким. Ну, скажем так. Я своё здоровье очень сильно укрепил тем, что я занимаюсь последние 10 лет. Вот и всё. До этого я мог стать инвалидом. У нас в группе занимается парень, у которого был поставлен диагноз ДЦП. Так вот, диагноз ему сняли после того, как он несколько лет занимался этими практиками, связанными с правильным позиционированием своего тела. Я говорю, Ромка, мы тебя в книжке пропишем как пример того, чего может достичь человек, который не опустил руки и выбрал правильный путь. Вот и всё. Вот такие дела. Понятно. Дальше, Геннадий Романенко. Сразу говорю, уже третий час мы перешли, поэтому вопросы ещё есть. Надо как-то быстрее отвечать. Да, вопросы больше не принимаем. Сразу такое задолжение. Давайте сделаем эфир вот про это, про практики. Пойдём на них, ребят. Если Алексей решит сделать канал на Ютубе, видео. Не, у нас есть канал на Ютубе, проблем нет. Пожалуйста. Видео. Видео. Так мы хоть час с тобой можем видео транслировать. В чём проблема-то? Нет, я просто имею в виду записать, показать. Запишем, да, давай запишем. У нас такая практика есть, мы записываем. Мы как-то обсуждали это, когда я в Москве был. Ладно, я со своими посовещаюсь. Запишем, запишем. На Ютуб выложим, запишем. Хорошо, договорились. Ну ладно, Геннадий Романенко, вопрос из Ютуба. Если сравнить частоту вибрации, к примеру, 300 лет назад и после 2012 года, то, что грядёт в будущем в обществе по-вашему? Ведь видно, что глобалисты уже не в состоянии справляться с потоком новых энергий. Благодарю. Хороший вопрос, но единственное, не путайте понятие частота и интенсивность. У вибрации не частота. Интенсивность, плотность, да, частота — это то, что в трёхмерном мире. Частота линейна, вибрация всеобъемлющая, ну как минимум 4-5 мерна. Вот. Атом вибрирует. Всё, что сюда грубее, ну, чистирует, неправильно сказать, ну, обладает уже чистотой, но не вибрациями и так далее. По поводу того, что мы наблюдаем. Ну, вы же знаете, переход от тёмной калиюги эпохи к светлой, то есть это смена низких вибраций на высокие. Мирным этот процесс не будет. Те, кто цепляется за низкую вибрацию, сами видите, что творят. Что произойдёт, я не пророк, но, скажем так, по Украине когда-то очень правильно предсказал, что будет. Но там я предсказал просто всё очень просто, наблюдая за тем народом, который они взяли на вооружение. И он не славянский народ. Я имею в виду западные области Украины и потомка в Хазар. Значит, а что произойдёт здесь? Ну, глобальная война Россию должна обойти будет стороной. Хотя бы по той причине, что эти ребята Россию оставляют для себя как кормушку. Они её оставляют вместо Америки. Америка наполовину списанный инструмент, который стоит на пороге межрасовой войны. Это не значит, что на завтра произойдёт. Там искусственно сдерживается всё и так далее. Но, как вы, может быть, успели заметить, за год там начали происходить процессы такие серьёзные. Про отделение штатов сейчас заговорили там и так далее. Непросто это так. Они не знают, что с этим делать, по одной простой причине. Ладно, это сейчас очень долго началось, поэтому все американцы вооружены в этих штатах и разоружить их просто так не получится. Таким образом, если коротко, Россию, глобальная война обойдёт стороной, потому что Россию захватывают через информационную войну и изменение мировоззрения подрастающих поколений. А дебилоидов, отпрысков из паразитирующего сословия, они продвигают во власть, себе на смену. Но дело в том, что это сословие и отпрыски особенно лишены внутренней силы. И вот самое страшное, что может произойти, это то, что они сделали с СССР, когда группа людей, произведя определённые действия, отпустила вожжи, и страна развалилась на несколько составляющих. Но там она и не могла сохранить свой потенциал по одной простой причине и целостность. Это народы разных рас. А здесь сейчас речь идёт о русских славянах и близких им народах, которые вроде как не совсем русские, некоторые исповедуют там ислам в том числе, я имею в виду там татар, допустим, либо другие там народы, кто буддизм исповедует, к примеру, но это близкие, тем не менее. Это одно звучание, одна мелодия. И вот здесь, когда они пытаются сейчас внести корректировки, людям просто нужно понять, что не надо на это вестись. У нас социальные паразиты сидят наверху. Об этом моя вторая книжка, надеюсь, она выйдет всё-таки до февраля 2017 года. Такой мой плевок в сторону столетнего переворота. Юбилея, точнее, плевок в сторону этого самого юбилея столетнего. В общем, всё, я сказал всё по этому поводу. Алло? Прямо как отрезал, я же даже это... Нет, просто по времени, Алексей. Сейчас бы мысль ушла опять в сторону куда-то, это долго, лучше мы потом об этом поговорим. Ну ладно, хорошо. Потом, значит, потом. Потом, значит, потом. Ну хорошо, мир добры, не вопрос из Ютуба. информация для человек уровня волхвов, о чём ты рассказываешь. Нет, для любых людей, кто ищет истину. Это подсказки, ну точнее, так скажем, я делюсь своим опытом. Ребята, ещё раз, я не включаю учителя, гуру какого-нибудь или так далее. Я обычный человек, который ищет истину, обменивается этим с другими людьми. Всё, больше ничего. Поэтому любой человек, который ищет, неважно, сколько у него образования, он может эту информацию взять, если захочет, как первооснову, если он не знает, от чего оттолкнуться. Ну сократите тем самым поиск пути, вот и всё. Возможно. Понятно. Я так думал, ты это скажешь. Да я не включаю. Я такой и есть. Да. Их на Ютубе очень много. Выглядят они странно по большей мере. Победы называть не буду. Не будем обижать товарищей. Итак, ладно. Вопрос эфир. Вадим, познать Бога это значит познать самого себя? Да, так точно. Хорошо. Вадим, тебе вопрос Владимир Азмытич задаёт. Почему Бог в религиях в подавляющем большинстве мужского пола? Потому что мужчина — это творец. Называть это бесплодным. Там же, понимаете, как? Это же всё образность. Поэтому называть творческую сущность богини, ну, как бы было не совсем правильно. Слово Бог, например, я как бы не приемлю. Кстати, вот оно в скрижалях звучит. И опять, это вот, это уже старая перепись. Более, точнее, новая, скажем так. потому что там прозвучало вначале поймандр, универсальный ум, а потом скатились опять на термин Бог. Ведь у этого слова этимология, она такая восплывчатая. Каждый народ под этим подразумевает своё. Я, как человек, который изучает принципы метафизики, стремлюсь употреблять слово универсальный ум или создатель. Вот, создатель. Поэтому, ну, так, что-то я мысль потерял. А какой был вопрос? Алексей, ещё раз вопрос напомните. Да. Ну что ж, повторю тебе вопрос. Так. Почему Бог в религиях в подавляющем большинстве мужского пола? Всё, мужского пола. Всё, 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 а то Остапа опять понесло. Так вот, мужчина творец. Этим всё сказано. Вы не персонифицируйте и не отождествляйте человеческое тело с образом. Это две больших разницы. Все допускают одну и ту же ошибку, наделяя создателя человеческими чертами. А принцип аналогии он говорит о чём? Что человек и создатель отождественны по принципу устройства оболочек. почему допустим на Востоке говорят, что человек это микрокосмос? Ну, потому что человек полностью повторяет все принципы, которые заложены во Вселенной. Более того, жизнь человека повторяет путь, который проделывает Вселенная между периодами раскрытия и закрытия. Вот, мы пятая цивилизация. Будут ещё две, потом будет закрытие, всеобщий кирдык, а потом начнётся новый этап. Какой? Да, создатель его знает. Вот, мужской творец. Вот от этого и отталкиваетесь. А на самом деле, что это такое? Это две вибрации, точнее, это свет, который в процессе творческом разделил свою сущность, единство, естество на две составляющих. Высокую и низкую вибрации. Ну, это я в книжках своих описываю. Поэтому, как вы опишите свет? Ну, можете написать свет, тогда возникнет вопрос, а что это такое, солнечный луч, что ли? Да нет, конечно же, это метафизический свет. Вот, поэтому произошла такая своеобразная подмена понятий, которое происходило не одно столетие. Ну, это вполне естественный процесс, потому что люди, передавая информацию от поколения от поколения, часть информации обязательно утрачивают. Ну, принцип очень простой. Взяли кучку муки, передали своему соседу, к вам, у вас к рукам прилипло. На десятом человеке кучка уменьшится наполовину. Никто ничего не украл, просто оно прилипло. Вот это потеря существует. Либо прилипло, можно по-другому сказать, это то, что осталось у вас, а вы передали дальше. в любом случае мир устроен так, что всегда существует утрата импульса. И он происходит на третьем такте, на третьем цикле. То есть первичное ядро создаёт метафизическое первую группу процессов, а от них уже происходит вторая и третья. На третьем цикле четвёртый цикл уже, как правило, не жизнеспособен. Вот и всё. И тогда начинается новый импульс, толчок, новый цикл и так далее. Ну, вот это во второй книжке я описываю, которая, надеюсь, выйдет. И съемки там соответствующие. Ну, такие дела. Купить не пожалеете. В общем, читайте книгу. Да, читайте. И всё у вас будет хорошо. Итак, из Ютуба Геннадий Романенко как углубит способность восприятия информации? Геннадий, честно, сложный вопрос. Есть разные методики. Я, например, такой ленивый пофигист, и я, например, не углублял никогда. В какой-то степени мне помогает информацию искать, может, где-то то, что я в предыдущих жизнях наработал, не знаю. Может быть, то, что я занимаюсь вот этими практиками по управлению умом. Во всяком случае, эта жизнь облегчает и позволяет избежать большого прочтения, прочтения большого количества, ну, лишнего, ненужного текста, скажем так, ложного и так далее. Ну, вот как-то так. Не знаю, с методиками сложно, можете осторожно попробовать методики, которые описываются, но если увидите, что у вас не идёт, ну, лучше не надо. Ну, например, на развитие внимательности есть учебники, блин, сейчас как же забыл. Короче, практика подготовки смершевцев и так далее. Там была куча упражнений, которые развивали у человека внимательность, скорость и так далее. Всё, что описывается в армейке, в армейских учебниках, имеет под собой реальную основу, потому что, ну, в армии нет фантазёров, фантазёров выбивают в первом бою. Это всё реальное. Вот, это всё, что написано кровью, эти методики, они очень простые, как правило, и очень действенные. Почему? Потому что в армии, особенно вот, ну, когда массово шёл набор в Великую Отечественную войну, нужно было из простого крестьянина или рабочего сделать оперативника, который мог противостоять хорошо подготовленному авиаровцу и так далее. Вот, поэтому эти методики были разработаны. Попробуйте с этого начать. Я, например, всяким там, ну, условно сейчас слово скажу, брегом и прочим импортным аналогом, ну, не доверяю это точно. Они пишут, опираясь на менталитет англичан, американцев и так далее. А мы, у нас мировоззрение разное. То есть, вам их методика может просто навредить. И, причём, там же очень много ложных вбрасываний. Допустим, этот, который голодание описывал, давно умер уже и так далее. хотя говорил, что он там проживёт до ста лет. Ну, хочешь создателю рассказать, насмешить создателя, расскажи ему о своих планах. Вот и всё. Поэтому найдите методики, которые связаны с нашей армейской системой подготовки смешивцев, грушников и так далее. Ну, единственное, что по авторам я вам не посоветую, потому что, ну, то, что описывает Потапов в своих книжках, практика стрельбы и так далее, ну, более или менее соответствует действительности. И он там некоторые методики описывает. Просто там тоже сейчас начали много сказочников появляться, вот нужно уметь их разделять. Я их как-то интуитивно чувствую. Ну, наверное, потому что под войну сам заточен. Вот. Вот такие дела. Понятно. Ты вот людей оскорбил, что они читают, а вот тут тебе, пожалуйста, реплика в эфир от «Вестника Богов». Неправда это, что люди не читают у меня в Иркутске книжных магазинов как грязи. Россия самая читающая страна в мире. Читают люди. Нравится мне сравнение книжных магазинов с грязью. Как грязи. Да это всё понятно. Ну, ладно, это вот так, шутка, идём дальше. Вопрос эфира от Олега что хочешь прокомментировать? Да там два слова. Вы литературу посмотрите, которая там. Это всё литература, жвачка, но это несъедобная пища. Я вам сейчас говорю о книгах типа вот этих герметических сводов и так далее. То литература для развлечения, а это литература для обучения. Всё. У меня всё. Понятно. Главное, что читают. Идём дальше. Понятно. Да, но в этом случае подходит сравнение, как говорится. Ну, конечно, не спорю, это да. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Здравия, Вадим. Есть одно мудрое выражение. То, что даёт жизнь едино во всём. Как ты для себя понимаешь данную фразу? И как ты относишься к неправомерному запрещению оккупационными властями России, славян и резких вет и других древних и мудрых источников знаний? Хотя они в интернете есть в огромном количестве. И как ты прокомментируешь эту глупость? Благодарю. Можешь не комментировать. Не, Олег, здравия. Да, нет, а что тут? Ну, он же всё сказал. Глупости есть. Потому что, вот глубоко комментировать не буду, потому что мы на 282 статью упираемся, Олег. Вы её же тоже прекрасно знаете. Вот. Хочешь привлечь к чему-то интерес, запрети, особенно русскому человеку. И тот, кто не проявлял интерес к этому, полезет именно туда искать. Ну, давайте, запрещайте и дальше. Вот. Собственно говоря, это показатель того, как слой социальных паразитов пытается работать. За тысячу лет он ничего нового не придумал. Они пытаются создать информационный вакуум, с одной стороны, запретив определённые источники, а с другой стороны, они пытаются, ну, воссоздать иудо-христианство в возрождении РПЦ. Ну, флаг им в руки, и у них ничего не получится. Ну, определённое количество недалёких людей туда будет ходить, но в целом система будет деградировать. Почему? Потому что не место красит человека, а человек место. А святых старцев у нас больше не осталось. Вот. Остаются лже только старцы. Ну, а посему авторитет этот будет всё время уменьшаться, уменьшаться. Когда гражданин Гундяев откажется от своих яхт, ну, возможно, там что-то изменится. А так ничего не будет. Об этом написано, кстати, в той же Библии, когда Иисус пришёл и разогнал всех торгашей из церкви. Ну, очень сложно откасаться от куска пирога, ничего не делая, когда тебе бабки капают. Ну, вот это их всех и погубит. Ну, вот как-то так. Да, да. Не место красит человек, а человек место, сказал психиатр и дополнил. Наполеона в шестую палату. Да, 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 да. Идём дальше. Идём дальше. Реплика из Ютуба. Вадим, чувствую большое познание, тебе людей будить надо. Дальше. Елена 777. Вопросы вверху. Читали. Ну, понятно. Просто сейчас давай не комментировать долго, потому что время уже позднее, да. Елена 777. Вопрос в эфир. Здравия ведущим. Скажите, пожалуйста, есть ли различия между женским умом и мужским с точки зрения Гермеса? Спасибо. Да, есть, инь-янь. Ну, там таких слов нет замудрённых. А так, вообще-то, развлечение есть. Правда, оно там явно нигде не описывается особо. Ну, я в основном всё сказал. Мужской ум заточен на творчество, женщина ближе к земле. Но это не значит, что женщина дура. Вот. То есть, она просто находится в другой вибрации, в другой интенсивности вибраций, и у неё другие задачи. Вот и всё. Она их должна понимать. Умная женщина, которая связана с родом, задачи понимает. А прочие шалашовки, как говорил мой старший товарищ, прошедший всю войну великую отечественную, ну, они тоже своё место в истории находят. Ну, такие дела. Всё у меня. Вячеслав 008, вопрос из Ютуба. Геометрия цветка жизни и изумрудной скрижали Тотта Гермеса тесно связаны? Ещё раз, пожалуйста. Первую часть вопроса. Геометрия цветка жизни и изумрудной скрижали Тотта Гермеса тесно связаны? Я сначала прослушал. Ну, знаете, они связаны. Просто геометрия цветка жизни это, если мы сейчас говорим о символе, конечно, возможно, её создавали люди, которые эти все документы читали. Они говорят все об одном и том же, просто на разных языках, но это вот если коротко, вот как-то так, связаны. Писал их один человек, передавались ли они из одного источника, вполне возможно. Ну, просто разными путями пришли в одну точку, да и всё. Пути к них неисповедимы, так же, как пути символов и так далее. Ну, такие дела. Виталий Виталий из Эстонии, реплика эфира от Виталия. В изумрудном скрижале по сути Гермес описал закон вселенского соответствия, установленный высшим богом Сварогом. Ну, в принципе, да. То, что говорится в славянских ведах, неискажённых, да, то же самое. Люди говорят об одном и том же по-разному, просто как это источник, откуда пришло, ну, не будем повторяться. Да, так и есть. Ира Гард, вопрос в эфир. Здравия, Алексей Вадим. Где можно купить в Москве эту книгу? Буду в Москве проездом. Угу. Вы имеете в виду сейчас какую книгу? Ну, которую тут рассказывал, видимо, о своих книгах рассказывал, но можешь ещё и про Гермеса что-то сказать, про скрижалин. Да, берёте из издательства Белые Альвы, они там вам на почту могут выслать, ну, либо зайти, это на Дербенёвской набережной, дом не помню, на карте наберёте. Там на сайте Белых Альв указано, как к ним добраться. Это недалеко от Павелецкого вокзала. Ну, от станции метро, ой, забыл, марксистка или какая, 15 минут ходу через мост, через реку перейти, на автобусе дольше ехать, чем пешком идти. Вот у них есть два магазина, интернет продают, ну, вот как-то так, не знаю, там на развалах есть она где-то, нет, не интересовался. Ну, надо поинтересоваться. А то как-то вот так вот. Так что там попробуйте, наберите Белые Альвы, увидите книжку, можете написать туда, или же зайти. Как добраться в издательство, знаете, там карта есть. Вам продадут. Ну, проще, мне кажется, да, но всё-таки по почте, нежели чем Белые Альвы. Там ненамного дороже будет стоить. Самый лучший. Хорошо. Ира Гарт, вопрос, а, ну, это уже так, Миколаевич, вопрос эфир, как называется книга? Опять же, про какую книгу непонятно. Ну, ладно, значит, если про мою, то Вадим Мосин, «Метафизика и путь воина». Вторая, которая выйдет, будет называться «Раса, народ, государство, метафизические аспекты». Пока её даже ещё не рецензировали, не редактировали. Хорошо, идём дальше. Вопрос эфир. Ярослав, город Ногинск. По Зеланду есть такое выражение «вершитель», есть такое или нет «человек, который меняет реальность, если вкратце, то как? Есть. А ещё есть люди, являющиеся краеугольным камнем для целого народа. Об этом пишет Хазрат и Найадхан. Если такого человека выдернуть, то рушится вся пирамидка. Это очень серьёзный метафизический аспект. Дело в том, что не все люди способны к творению. Очень хорошо, когда государственный деятель обладает такими качествами. Последний государственный деятель, который в России обладал такими качествами и был именно вершителем, это был товарищ Сталин. все остальные, ну скажем так, серая масса или пустое место. Но любой человек может обладать состоянием творения, если у него к этому, если у него есть воля. все осуществляется через волю. Если у вас воля спит, вы неосознающий, если вы не являетесь активным началом, потому что просто мужик это ещё не активное начало, ну так же, как и женщина, кстати, может быть активным началом, просто каждый в своей ипостасе, ну тогда он и является вершителем. Вот как бы так, если коротко. Хорошо. Ну и в заключении сладенькое тебе бальзамчик, так сказать, на душу плеснул. Тиана, реплика в эфир. А вы проводите, ну представь себе такая красивая молодая девушка задаёт такой вопрос. Так, а вы проводите тренинги? Можно ли ваши контакты? Очень близко ваше душо, очень близко к душе ваше мышление. Благодарю за прекрасный и интересный эфир. Ну, Алексей, пускай она вам напишет, дайте почту по старой схеме, как с Владимиром. Сделаем, потому что на публичные торги, ой, фу, торги, на публичное обозрение я не выставляюсь. Единственное, что если вот сейчас мы решим с ребятами, запишем обучающую программу эту, потому что одному показывать нельзя, а объяснять надо. Но это будет практически видеоряд к третьей книге, которую мы совместно пишем. То есть те, кто меня учил, помогали развиваться, искать. Ну, вот мы опыт свой передаем в третьей книге, которая выйдет. Пускай она вам напишет. Тренинги я не провожу, и это мерзкое слово, надо из нашего лексикона убирать, потому что все эти тренеры, они, ну, торговцы воздухом, торговцы информацией, а, соответственно, они информацию, информацию всю искажают. Почему? Ну, вот, коротко на примере боевых искусств. Приезжает какой-нибудь китайец или японец, платишь ты за семинар 200 долларов, он тебе рассказывает, как бить кулаком, показывает. Хорошо, ты научился бить, учишься целый год, он приезжает на следующий год, опять ты платишь 200 долларов, он тебе показывает совсем другую информацию про тот же самый удар. Когда ему задаешь вопрос, а как же так, вы в прошлом году говорили же вот так, он говорит, ну, я вам не все сказал, вот есть еще такой момент. И так он может торговать до бесконечности, он вам будет говорить кучу лапши, вешать на уши. Все, что вот я вам сейчас описал, касается и всяких психотренингов и так далее. Самый лучший тренер себе — это вы. Никто, кроме вас, лучше вас себя не знает. Когда эти все обормоты начинают других учить, ну, я говорю, начните учиться сами. Я вот ученик, очень прилежный, старательный, я люблю учиться, учусь у любых людей, кто мне подскажет хоть что-нибудь. А для этого нужно просто научиться в себе убирать внутреннюю жабу. Внутреннюю жабу, эгоизм, и я вот такой вот, а это, чувство собственного величия в том числе. И тогда у вас все начнет получаться. Когда вы начнете учиться, у вас все получится. Ну, вот я говорю, очень осторожно относитесь ко всем этим псевдоучителям. Поэтому еще раз, тренинги не провожу, информацией поделюсь, ну, а дальше разберемся. скиньте Алексею свои координаты, я вам отвечу. Кидайте, кидайте, он вам ответит. Надо? Да, главное, нет, мне нравится. Мне кидайте, а он ответит. Хорошо. Мне понравилось, что вы тут такой. Понравилось, мне понравилось эта реплика Ярослава на вот этот вот призыв Тианы, как она, Ярослав, так это написал, Тиана, лиса. Ярослав, я тебе тоже отвечу. Ну да. Пожалуйста. Так, еще глазками, так, хлоп-хлоп-хлоп. Ну, хорошо, все вопросы, реплики мы озвучили, давай уж и честь, как бы так иметь-то, гости, гости, а хозяева вам не надоели, да? Да. Давай уже подводить итог сегодняшнего эфира. Говори что-нибудь доброе, вечное. Будь доброе. Ну, надеюсь, какую-то положительную, полезную для себя информацию вы из нашей беседы извлекли. Акцентирую ваше внимание на том, что все проговоренное усваивается человеком процентов на 20, максимум 30, поэтому читайте книги. Не просто книги, поправляюсь в свете сказанного и правильно замеченного. Читайте первоисточники, источники, которые подскажут вам, как вам стать на путь личной эволюции. Это слово не люблю, но в данном случае оно как бы применимо. На путь личной трансформации, на путь личного развития. Обучаясь сами, вы поможете в этом другим. Ну, собственно говоря, и всё. Всем желаю здравия, удачи и реализации всего задуманного. Будьте здоровы. Хорошо сказал. Хорошо. Да, напоминаю, что сегодня мы говорили про изумрудные скрижали Гермеса Трисмегиста, знакомство с источником. Нам рассказывал очень интересно и долго, и практично, приводя примеры, Вадим Осин. Также напоминаю, что сегодня у нас 18 мая 2017 года, четверг по одному из старинных календарей. Отмечу, что пришла трагическая новость об уходе из явного мира Вадима Черноброва. Светлая сварга ему, достойный был человек. Много что сделал, на мой взгляд, полезного для того, чтобы разворошить умы и подбросить в топку наших мозгов различного топлива для того, чтобы они начали работать. Это просто так не проходит, это всё зачтётся обязательно. По одному из старинных календарей 37-й день месяца посева на речении 7525-го лета осмится. Кто по этому жреческому календарю отмечает праздники, тех поздравляет с Днём Матери Сырой Земли. Я с вами прощаюсь. Напоминаю, вы слушаете Народнославянское радио. С вами был Вадим Мосин и Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Услышимся и увидимся. Быть добру! Народнославянское радио. Всё нужно, всё важно.